Вот. Ну что, коллеги, я думаю, что можно начинать. Можно начинать, и я сейчас поставлю, сделаю презентацию, чтобы она... Так. Ну что, коллеги, я всех приветствую. Я начну с вашего позволения. Здесь основной зал, поэтому, наверное, будет какое-то движение происходить, кто-то будет появляться, может быть, уходить в другой зал, но тем не менее. Сначала представлю тему, немножко так сделаю, и потом сделаю небольшое сообщение, ну или какое оно получится, на какое-то определенное время, о своих размышлениях, со своими примерами. Соответственно, в конце, через какое-то время мне бы хотелось сделать небольшую дискуссию, вопросы, ответы, комментарии, и попробовать сделать эксперимент, если останется время, если получится. Мой доклад, моя мастерская называется, я назвала «Феномен времени в организации контактного процесса в жизни и психотерапии». Ну, я уже сказала немножко вначале, что в целом тема времени, ну, как-то периодически уходит в фон, какие-то другие темы всплывают, становятся любопытными. Ну, вот, некоторое время назад, когда, в общем, мы задумывали эту конференцию, возникла идея продолжать такие научные разработки в нашей области, я стала думать, что же мне интересно, и, собственно говоря, один из интересов, точно один, феномен, который возник как результат вот этих работ коллег исследований про время, летних исследований, я тоже немножко в эту сторону подумать, и мой интерес фокусировался на том, как этот феномен работает в самом контактном процессе, то есть, что там происходит с точки зрения организации контактного процесса и как время участвует там. И, соответственно, я немножко буду делиться этими размышлениями. Когда я задумала и начала над этим работать, то, в общем, конечно, сначала мое переживание было, ну, я знаю, такой, может быть, даже ближе к ужасу, потому что... Ну, подожди, сейчас у нас ужас состоится, сейчас все вернутся в основной зал, а потом будет назначено новое время. А, да, блин, извини. Подойдет через 30 секунд, да. Хорошо, конечно. По причине лучше. Отключить пока, давай я отключу. Нет, да. Почему? Можно так оставить. Пускай будет. Хорошо. Я продолжаю или... Да, просто, знаешь, но просто сейчас начнется ужас. Да. Хорошо. Хорошо. Ну, вот, про ужас. Такой про ужас. Ну, мой-то ужас был связан с тем, насколько огромная тема. И такая многогранная, премногогранная. И, наверное, здесь есть и любопытство точно, и есть вот эта маленькая толика, которую я сегодня могу внести, но сейчас уже понятно, насколько многогранная эта история про время. И не просто время, а время психотерапевтической жизни такой, прежде всего. Но вот сейчас коллеги, кажется, возвращаться будут. И, кстати говоря, вот так выглядит спортник, коллеги. Если вы вдруг еще его не приобрели, посмотрите, маленькая реклама. Ну, вы там массу всего любопытного найдете. Как в последнее время я завела, смотрю этимологию, удивительная штука, слово время, старославенское слово, православное, потом пришедшее в старославенское, в древнерусское слово. И удивительная для меня штука, что именно русское слово время произошло от слова «вейремя». И у него есть много всяких разных коннотаций. Но самое главное, обратите внимание, что там есть много всяких разных похожих вариаций в других языках, славянских и даже в древнеиндийском языке. Слово означает «калия», «рытвина», «дорога», «жёлоб». Все эти значения, они показывают нам движение и говорят о том, что есть некоторое продвижение с одного места в другое. Вот это вертеть, часто, правда же, нам показывают символ колесо времени или наши часы и так далее. У нас много таких символов времени, где обозначены некоторые движения. Контактный процесс, психический процесс взаимодействия организма с миром, контакта, он также располагается во времени и занимает некоторое время. И сейчас немножко добавлю некоторых философских размышлений. Вы знаете, коллеги, что гештальтерапия, одно из таких философских оснований гештальтерапии это феноменология и, прежде всего, феноменология в исполнении Гуссерля. Я немножко обратилась вот к этой части философии, чтобы посмотреть, как там определяется и несколько моментов, которые мне кажутся существенны для того, чтобы понять потом непосредственный опыт. Два важных философа, которые изучали время, это Кант, соответственно, и Гуссерль. Один из другого вытекает. Понятно, сначала Кант, потом Гуссерль. И там есть некоторое перекличка. Обратите внимание, я даю такие маленькие цитаты, которые мне кажутся, опять-таки, крайне важными. Что писал Кант о времени? У него есть большая работа, его диссертация, и она была посвящена времени и пространству. И я выбираю только время, чтобы так не сильно путать. Но что он писал? Время есть лишь субъективные условия нашего человеческого соразерцания, который всегда имеет чувственный характер. То есть поскольку мы подвергаемся воздействию предметов, и само по себе вне субъекта есть ничто. То есть Кант подчеркивал вот эту субъективность времени и одновременно эмпиричность. Два крайне важных явления. Субъектность, то есть то, что принадлежит субъекту и может познаваться и переживаться только через его восприятие. И одновременно эмпиричность, то есть точно только тогда, когда на мои органы чувств воздействуют внешние объекты. Правда, господа, здесь очень... У Канта, наверное, он был одним из первых гештальтистов. Есть вот эта точка соединения, где мы точно можем с вами обозначить, нынче мы обозначаем как гештальтерапевта, как границу контакта. То есть время – это феномен границы контакта. Время – это то, что мы с вами распознаём, определяем, переживаем. И, может быть, даже не переживая, это как время непосредственно проживаем его, как на границе контакта между мной и миром. И только здесь оно не просто существует, оно организуется, оно живёт, течёт и участвует в формировании нашего восприятия, нашего психического процесса. Итак, вот это первая принципиальная, на мой взгляд, идея, где время не что-то совершенно какое-то созерцательное, оно внутри нашего психического процесса заложено. То есть психический процесс не может существовать вне времени. Когда мы с вами читаем Пёрлза с Гутманом, в общем, имплицитно так или иначе там определяется вот этот временной характер контактного процесса через разворачивание психического процесса. Вот первый такой момент. И второй момент, который чуть-чуть гусарлю, феноменологии, он сделал ещё более такие развернутые исследования в эту сторону. И я хочу обратить ваше внимание, у него много таких сложных работ по времени. Гусарля, естественно, сейчас не время, не место там их исследовать. Но на что хочу обратить внимание. Смотрите, гусарля звучит приблизительно так. То есть время рассматривается не как объективное, но как временность и темпоральность самого сознания. Я красненько так выделила, чтобы полегче было это воспринимать. То есть он акцентирует не просто, вот есть человек, а есть время. Само сознание человека является темпоральным. Вводит вот такую структуру восприятия, темпоральную структуру восприятия, дает такую схему. Точка теперь, как первоначальное впечатление, так называемый, это его термин, который он вводит, ретенция, то есть то первичное удержание этой точки теперь, которая фактически является первичной памятью. И протенция, то есть то, что первично ожидается на основании теперь и ретенции в такое ближайшее будущее. То есть он ухватывал, его внимание было направлено на гусарля в то, как работает сознание. И в общем определение, что сознание не может работать не так парально, а собственно говоря, оно так и устроено. И время вшито в сам психический процесс. То есть, собственно говоря, в этом есть его такая объективность. Никак иначе психика работать не может, только темпорально. И она всегда движется от точки теперь к ретенции и к протенции. Это как бы наше свойство, вшитое внутрь. Таким образом, психический процесс и контактный процесс, как специфического рода психический процесс, всегда темпорально, всегда разворачивается от точки теперь, если следовать гусарлю, через ретенцию. То есть некоторый препод, так это уже мой термин, конечно, подгружая прошлый опыт и непосредственно тоже разворачивая некоторые ближайшие ожидания в будущее. Не знаю, как вам, мне кажется, что это, в общем, с одной стороны, совершенно понятно, и мы через более метафорические описания этого процесса у Перлза, у Гудмана, в общем, это как бы знаем, уже заранее знаем. Но, тем не менее, мне кажется, что когда я утверждаю это как непосредственное свойство процесса, собственно говоря, мне становится чуть более, что ли, ещё яснее, что именно это я могу поддерживать как психотерапевт. То есть вот эту темпоральность психического процесса, фактически движение психического процесса, ну, условно, от сейчас к будущему. И, собственно говоря, задача психотерапии отчасти во многом как бы определяется, да, вот такой поддержкой. И немного ещё акцентов сюда дальше, что контактный процесс, в общем-то, темпорально по определению, и вот эта точка теперь ретенция и протенция, это тот процесс, который многократно повторяется в одном контактном процессе, да, фактически это последовательность разворачивающихся восприятий и вот этих микроциклов, которые в каждом контактном процессе мы имеем, не знаю, бесконечное, наверное, множество. И, ну, не знаю, как физики, там, тоже, не знаю, законное употребление термином, как фракталы, раз мы можем рассматривать на разных уровнях, но в том числе на уровне целого контактного процесса. И когда мы рисуем контактный процесс, ну, так схематично, в той схеме, к которой мы, в общем, привыкли всегда изображать как схему контактного процесса, как метафору контактного процесса, мы всё время даём эту ортогональ, да, эти две, уровень возбуждения и время. И тут я рискую, конечно, но, опять-таки, это очень на размышления. На мой взгляд, я могу различать два типа времени, во всяком случае, приглядываться к этому. Время персоналити, то есть время то, которое есть опыт, есть паттерн, есть привычка в том, как я уже, ну, которое есть у конкретного организма, у меня, как я это воспринимаю, как я уже научилась это переживать. И есть ид-время, то есть фактически время то, которое сейчас протекает и организуется в непосредственном контактном процессе. Понятно, это всё время взаимодействует, ну, переплетено между собой. Это очень сложные комбинации, которые мы с вами разугадываем периодически в том, как функционирует, где напротив нас человек. Но есть опыт непосредственно, опыт времени, опыт обхождиться со временем, опыт воспринимать себя во времени. Иногда он жёсткий, иногда он более гибкий, но, тем не менее, этот опыт точно присутствует. И есть непосредственно текущий опыт, который по себе тоже всё время разворачивается в этом временем, темпорально. И такие аспекты вот этого процесса дают некоторую комбинаторику наших размышлений. Это вот такое первое, что я сейчас буду поддерживать. То есть вот фактически идея, которую я хотела бы сейчас сильно-сильно поддержать, что как гиштальтерапевт одной из моих задач бывает поддержать вот это естественное время, течение времени и психического процесса во времени. И наблюдать, я могу точно наблюдать, как оно сбивается, как оно останавливается. Дальше попробую дать несколько зарисовок разных таких кусочков наблюдений вот вокруг этого одного такого, что ли, пока центрального тезиса. Время сейчас. Вот у нас есть некоторый важный базовый принцип. Гиштальтерапевт обращает внимание на здесь и сейчас. Это то время, в котором он работает, то, куда он приглашает клиента. Но само сейчас весьма растущато. Вот что такое это за время сейчас? Собственно говоря, я так посидела, подумала, походила с этим. И для меня такое ненаучное, но всё-таки так предварительное формулирование, что в целом сейчас это тот субъективно проживаемый, длящийся процесс, который был начат, но ещё не завершён. То есть это сейчас может иметь совершенно разнородную длительность. Я набросала некоторые примеры. Смотрите, вот, допустим, клиент, человек говорит, не важно, клиент, просто фразы. Я смотрю на вас. Глагол настоящего времени человек сообщает. Или даже просто это делает, не говоря. Я смотрю на вас. Вот это сейчас размещено в рамках нескольких секунд, допустим, или минуты. Я хочу есть некоторые сообщения о том, что в данную минуту человек переживает и заявляет наружу. Или совершенно другая фраза. Мы сейчас с мужем в ссоре. Это же другое сейчас, правда? Этот процесс сейчас, который развернут. Мужа здесь нет. Человек сообщает мне. Но он сообщает, что он с ним сейчас в ссоре. У этого сейчас явно другие горизонты, другие границы. И в этих границах... Но процесс в этих границах не завершён. Это какой-то другой процесс с другими временными показателями. Или сейчас такое время. Вот в этом сейчас очень сложно определить временные границы. Но ещё следует здесь очень погрузиться. Или фраза «я всё ещё ребёнок». То есть что мне сообщает человек, который говорит «я всё ещё ребёнок». Чуть ниже я приведу пример клиента, у которого я это сейчас взяла. То есть я ощущаю себя ребёнком какое-то продолжительное время. И давно им была. И, собственно говоря, не переставала им. Смотрите, какие разные выглядят сейчас. И вот это текущее восприятие, собственно говоря, которое человек передаёт. И вот он определяет сейчас свой текущий процесс. Он определяет его относительно прошлого его. И, соответственно, с какой-то направленностью на будущее. Вот эта точка теперь, ретенция и протенция, которую ухватил Гусс Реллетт. Мне кажется, любопытно, как она будет разворачиваться в каждом этом сейчас. И где останавливаться. Теперь размышления и такие примеры. Я постаралась их метафорически назвать. Мать, давай споём прямо сейчас. Я так назвала вот такой вариант. Я такую структуру сдала. Некоторый диалог и мои размышления по поводу этого диалога. Вот то время, вот как эта точка теперь разворачивается. Клиент говорит, он рассказывает о страхе петь на концерте, где его будут слушать другие. Здесь и сейчас, он говорит это мне, но при этом его концерт где-то в будущем. Точка теперь, она в настоящем времени, его рассказ ко мне. Он сообщает о том, что он стыдится. И говорит, мне как будто надо сразу быть лучшим. Вот это то, что он принёс. Соответственно, смотрите, очень интересная эта фраза. Правда, вот с точки зрения разворачивания организации, временного организации контактного процесса, она устроена очень интересно. Его внимание расположено где-то впереди. Он смотрит вперёд на тот концерт, который где-то состоится. Он уже видит там людей, которые его оценивают. И он уже испугался и застыдился, и он уже остановился. И здесь и сейчас он с этим страхом и с оценкой себя как плохого певца. Он прошёл этот процесс, который в его восприятии уже свершился. И этот процесс в текущем времени организован именно так. Такая проекция в будущее. И сейчас он приносит только результат. Он приносит только себя того, который стыдится, боится плохой оценки и уже остановился. Правда, интересный способ организовать. Где здесь точка теперь? Где здесь вот этот настоящий момент, в котором про что его восприятие, куда идёт его интенция? Фактически, понятно, здесь он принёс процесс, как уже свершившийся. И фактически просит, наверное, это моя гипотеза, естественно, что его просьба состоит только в том, что избавь меня от страданий и плохой оценки. Я тот, кто боится. И с другой стороны, он говорит, я хочу спеть. Я хочу спеть там и так далее. И чтобы развернуть другой процесс, мне придётся вернуться в точку сейчас и попробовать запустить заново этот процесс. Ну, допустим, я говорю, слушай, давай не будем обсуждать что-то там, как это всё организовано, а давай споём прямо сейчас вместе. Я спою, а потом ты и споёшь. Давай попробуем спеть. Я понимаю, что ему стыдно, он боится. И я тоже оценщик. И я начинаю петь первой. Я пою. Я очень плохо пою. Слава богу, я не могу быть образцом для пения. Но я пою, и клиент, и говорю, а теперь ты. Давай попробуй спеть со мной вместе, рядышком. И дальше запускается новый процесс. Вот от этого текущего опыта запускается тот процесс, где сначала он поёт с давленным голосом, очень осторожно. Голос дрожит. Я всё ещё остаюсь тем, кто оценивает. Мы вместе ищем. Я говорю, давай-ка попробуем. Ты попробуй сейчас. Я закрою глаза, и ты закрой глаза. И попробуй остаться один. Только сам со своим голосом. Он снова поёт, но поёт, сбиваясь очень глухо. Голос рассыпается. И это тоже не даёт такой поддержки в его звучании. То, которое он ждёт. И третий шаг. Я говорю, слушай, а давай поиграем. Твоя песня, песня ковбоя. Это как будто ты едешь на лошади. И в этой лошади... Ну, там такая песня была прекрасная. Давай поиграем. И поддержка новым персоналити, новой игрой. Вдруг он начинает играть весело, игриво, звучно поёт. Звук идёт такой большой, прекрасный. Выглядит довольным. Вот если я... Мы проделали такой процесс, но я размышляю об этом процессе с точки зрения времени. Пока он находился в такой очень специфическом восприятии, где его прошлое персоналити поддерживало только оценочную и результативную функцию, а не функцию игры. Его персоналити, которое должно быть результативным, спортивным, побеждающим, а не играющим и получающим удовольствие. Его побуждение было только одним. Спаси от стыда. Как только мы смогли найти другое, ну, другую точку теперьик, там, где я поддерживаю его играющим, и его другое персоналити поддерживает его играющим, его другое прошлое. И кусочек нашего прошлого, где я играю, поддерживает его будущее играющим. Оно, собственно говоря, направляется на пение, как на удовольствие спеть. Я развернула так сейчас очень подробно, чтобы показать, как происходит, вот этот, как бы на микроуровне происходит, вот эти возвратные процессы к прошлому, от настоящего и к будущему, к этому побуждению, которое, собственно говоря, и должно быть поддержано, потому что оно желает быть развернутым. Он тот новый, которого еще нет, это побуждение, рожденное в этом процессе. Итак, вот чуть-чуть мне хотелось этим примером показать, показать, как вот это новое соединение временной перспективы и того побуждения, которое ищется, может быть развернуто в таком процессе взаимодействия. Следующий такой мой комментарий. И то время, которое, где пропущена сейчас, где пропущена точка теперь, как оно схлопнуто. Такой пример, когда человек дает фразу «Я была успешным руководителем». Это немножко редуцированная фраза, поэтому там длиннее был текст. Ну, в общем, повторяет рисунок высказывания. «Я была успешным руководителем, я ушла с работы, я полгода дома, я мама. Но я не знаю, куда я хочу дальше». Смотрите, как передается перспектива времена, это от далекого прошлого к будущему. Но обратите внимание, «я мама» очень коротко, здесь практически нет настоящего. И нет совсем точки начала, точки запуска, как будто бы вот эта точка побуждения, откуда рождается из теперь вот этого точки, теперь это побуждение, оно схлопнуто и вообще не как бы остаётся в фоне. Оттуда снова всё путается. И вот если я так посмотрю на эту фразу ещё, на эту ретроспективу и перспективу на такой путь, то правда же создаётся впечатление, что человек как бы застрял между утратой и страхом перед будущим. Но как будто он немножко висит в воздухе, и никакой опоры на вот это теперь не существует. Поддерживая вот это движение по линии от теперь к прошлому и к будущему, собственно говоря, вот мы можем, я делаю такую интервенцию, что действительно ещё неизвестно, кем ты будешь. Но сейчас точно понятно, что ты уже хочешь кем-то стать, ты в поиске. Ты же кем-то перестала быть, и сейчас ты в поиске. Поддержка вот этого места, что ты в поиске, возвращает ту интенцию, которая здесь утрачена. Когда схлопнута и потеряна точка теперь, собственно говоря, где прошлое и будущее сворачиваются в какую-то новую композицию, откуда нет никакого движения. Пропущенное сейчас не даёт опоры для продвижения. Время, застывшее в будущем. Время, застывшее в будущем – это другой феномен, который я наблюдала. Он любопытный, повторяется много-много-много раз. Я думаю, что вы сталкивались с этим в своей жизни, в своей работе наверняка не единожды. И фразу, которую я выхватила у клиента, «А вдруг у меня будет депрессия? Я боюсь». Смотрите, какая очень интересная штука. «А вдруг у меня будет депрессия?» Такая негативная проекция, направленная в будущее. То есть время как будто пошло вперёд, и там остановилось. Оно замерло в восприятии негативного будущего. Оттуда как будто не выбраться из этого страха. Снова текущий процесс блокируется, он как бы возвращается, и в поиске того, как же избежать страдания. Но здесь нет, собственно говоря, ничего про то, как оно родилось, эта проекция, как родилось это негативное будущее. Например, это пример сконструированный терапевт. Скажи, а на что ты опираешься, когда ты думаешь, что у тебя будет депрессия? Ну, такой тоже редуцированный процесс. Клиент, я уже два месяца о нём плачу. Вдруг это не закончится. Она говорит о том партнёре, которого не стало. Когда папа умер, мне кажется, у меня была депрессия. Итак, вот в этой фразе видно, как время, прошлое и будущее, как они схлопнулись, недопрожитые процессы утраты, недопрожитые переживания, незавершённые процессы прошлого, проецируются в будущее, но я сейчас исчезла. Меня той, которая, где я сейчас и что сейчас важно, снова исчезает. Здесь совершенно можно несколько процессов поддерживать, но возвращение в точку «теперь» — это, собственно говоря, то основание, которое может запустить и подгрузить те прошлые персонали, те ретенции, которые нужны для того, чтобы поддержать то будущее. Терапевт, сейчас ты тоже проживаешь сильные чувства. «Похоже, ты сейчас проживаешь сильные чувства снова. Да, мне очень трудно, я хочу, чтобы меня это не разрушило». То есть фактически такой запрос на поддержку в проживании сильных чувств, ну, возможно, человек когда-то оставался слишком один в проживании горя и не смог завершить его, когда там не стало папой. И сейчас во втором горе возвращается этот страх и запрос на поддержку. Смотрите, возвращение. Сейчас ты проживаешь сильные чувства, даёт опору для того, чтобы запустить тот процесс, который остановлен. Вот это гибкое, ну, такое плавное, пластичное движение от текущего к прошлому и в будущее. То есть то, что мы проделываем всё время, и мне кажется, в этом есть большая-большая такая часть нашей работы. Вот. Ещё вариант, когда время застыло в прошлом. То есть здесь было в будущем, здесь в прошлом, хотя, в общем, это условно-безусловно, потому что так или иначе просто то, что на границе как бы с первым заметно. Клиент говорит, там так было хорошо. Мы идём по парку вдвоём, и нам хорошо. Клиент описывает эпизод с партнёром, которого не стало. Когда вы там с ним, вам хорошо. Кажется, очень больно без него здесь. Я здесь, чтобы вам облегчить эту боль. Что происходит? Вниманием переносись туда в прошлое. Обратите внимание, что в тексте, в том тексте клиента, который она даёт изначально, мы видим, как используется настоящее время. Вот этот феномен очень удивительный, когда человек говорит о прошлом, используя глаголы настоящего. Такое, где прошлое схлопнуто сейчас. То есть каждый раз, возвращаясь к тому, чего нет, только в своей памяти, и переживая это, как сейчас, человек как будто бы делает такой возвратный механизм, и всё время пластинка сбивается. Там есть на пластинке повреждения, и оно сбивается только туда-обратно, туда-обратно, и снова мелодия повторяется и повторяется. Остановись в мгновение, ты прекрасна, я не пойду в будущее, нет будущего. Я не помню, в каком переводе Фауста есть эта фраза, но так или иначе стало таким мемом, когда время хочется остановить и остановить изменения. Пусть оно будет так, как было, и даже не как есть, так, как было. Вот такой феномен остановленного времени, где снова нам нужно вернуться как-то через точку теперь, чтобы возникла новая, как говорит Гуссель, протенция, движение вперёд. Точка теперь, ну, возможно, это здесь, как вариант есть, естественно, кажется, что очень больно здесь быть без него. И, возможно, там не было поддержки, здесь снова нужна поддержка. Это то, чего я могу дать. Ой, простите, пожалуйста, глотну. Вот такие узоры, витиеватые узоры игры с прошлым, будущим и настоящим, которые мы видим в том, как клиент может, ну, или просто человек может запутываться, создавать такие вихри, да, вот эти временные вихри, или вот статья у Сергея Викторовича, там в этом книге есть создавать временные пузыри, да, идеи вот этой остановленности такой. И как иногда важно, поддерживая точку здесь и сейчас, запускать это движение. Ну, это еще один пример, может быть, сейчас так посмотрю на время, где есть похожая штука, когда человек говорит, я ребенок, вот там я немножко эту фразу использовала в начале, я ребенок, я все еще ребенок, я все еще реагирую на маму, как прежде. Это говорит женщина, которой 40 лет. тоже удивительный процесс. Приходит просто женщина и делает такую очень специфическую ретрофлексию, такую аутоагрессию, нападение на саму себе. Говорит, я ребенок, исправьте меня. Я, что-то такое произошло, и в начале нет ни ситуации, ни описания того, что она проживает. То, что она проживает в эту секунду, это свое собственное негативное персоналитие. Я как подросток, я плохая, я плохая дочь. Схема, правда, такой заслуженности. после какого-то процесса человек делает такую очень специфическую ретрофлексивную схему. Интересно. Как нам здесь запустить время, начинать двигать его вперед? Я спрашиваю, что ты имеешь в виду, что происходит между вами? Ну, это так несколько вопросов опять немножко редуцировано. Где ты видишь в себе ребенка? Так, чтобы развернуть ситуацию. Я прохожу мимо, там, дома, мамы, и я хочу избежать, но тут пришлось зайти, и вроде бы было все хорошо. Но вот в какой-то момент мама опять что-то говорит, я взорваюсь, а потом мне стыдно, я плохая дочь. Ну, окей. Хотя бы немножко разворачивается ситуация, в которой начинает прорисовываться такой, некоторые контуры взаимодействия. А то получается, знаете, как в том анекдоте, да, вошел человек в лес и умер, где нет ни начала, ни конца, вернее, начало и конец, ничего нет. Разворачивание дальше, что сказала мама. Ну, опять-таки, я упрощаю, твой папа плохой, он все время делает только то, что он хочет. Я взорвалась, зачем это ты мне говоришь? И так далее. Становится понятно. Мама пригласила девочку, доченьку, сорокалетнюю, в очень специфический треугольник, давай вместе атакуем папу. Девочка взрывается, девочка говорит, я подросток, я взрываюсь, потому что я подросток. Ну, и вполне возможно, что способ аффективной реакции, он в данном случае условно-регрессивный, так условно, я поставлю в кавычки, но, тем не менее, у нее есть основания, появляется хотя бы основание, что что-то произошло, не просто так. Как интересно, мама, у тебя есть версия, зачем мама это говорит, спрашиваю я. А она говорит, да, она всегда завидует ему, я сама, а сама никогда не скажет, что же тебе ей нужно на самом деле. А если бы мама так сказала, о, тут бы мы поговорили, как две взрослые женщины. Смотрите, какое, вот это на расстоянии 20 минут, вдруг, 40-летней женщине, которая готова поговорить с мамой, как взрослая, но это невозможно. И вместо того, чтобы переживать печаль, ту печаль, которую, запустить печаль не как работу, но нет мамы, с которой можно поговорить, как взрослой, нету надежды, маму. И есть, но зато есть вначале атака на себя, как на подростка. Вот это время, которое забернуто назад, я та, которая так, я маленькая, на самом деле, ну, реально, конечно же, никакая не маленькая, очень умная, вполне себе живущая, но в этом эпизоде время развернуто вспять, чтобы не печалиться и не признавать что-то, что невозможно, ну, невозможно с мамой поговорить, как со взрослой, то есть невозможно разговоры двух партнёров. Вот на печаль не крайне важно, понятное дело, потому что, ну, иначе всё время будет аутоагрессия и специфическое такое контактирование, которое в итоге приводит к употреблению, необходимости употребления антидепрессантов. Вот, смотрите, вот такое время, которое мы видим, мы слышим по феноменам, лексическим, там, словезным, каким-то другим, телесным, когда человек поворачивает время вспять, время застывшее в прошлое, и естественный ход времени, в текущем времени от текущей ситуации потребности, такой интенции, которая возникла от ситуации, заблокирована, и мы получаем такие водовороты, круги. И, собственно говоря, ещё один маленький момент такой, один феномен, где, который я назвала остановленное сейчас или состояние, не очень глубоко прописала, но хочу хотя бы замаркировать это место. Иногда мы встречаемся с таким общим, ну, с таким феноменом, а тот феномен, когда сейчас бесконечно, вот как будто бы оно, нет ни прошлого, ни будущего, есть только сейчас, и оно застыло и потеряло, абсолютно потеряло границы. И, допустим, это один из, наверное, бесконечного количества примеров, где клиент говорит, мне плохо. Ну, наверняка у вас есть такие истории, когда человек говорит, мне плохо, или мне хорошо, или там, я не знаю, ну, любая фраза, чем она характеризуется. Здесь предикат, ну, как таковой, он, как правило, почтение от глаголов, особенно глаголов действия. Потерян субъект, обратите внимание на фразу, вот эту простая фраза, мне плохо, но здесь нет ни субъекта, ни объекта, ни предмета, есть только мы, кому, объект это я, и как этому объекту, плохо. Вообще время остановлено, оно застыло, и никуда не двигается, такой лежачий камень, оно ни вперед, ни назад. Очень непростая история, непростая история, эти обычно, когда коллег, какие-либо коллеги рассказывают, что-нибудь подобное, да и я сама, когда они в супервизии рассказывают какие-то похожие вещи, то описывают эту работу как очень тяжелую, потому что здесь нет интенций, нечего подхватывать, как будто бы все время нужно чуть-чуть самим проталкивать этот процесс, и, конечно же, субъективно переживается как такая тяжелая работа, ну и просто некоторое начало, я здесь описываю, опиши это плохо, чуть-чуть больше, ну, я не знаю, у меня ничего не получается, мне тяжело, это с большими перерывами, паузами, обычно, да, то есть здесь очень не ритм, как правило, сама ритмика, остановленная, и в этой ритмике как будто формулировать все достается крайне сложно, фигура формируется очень, даже сама ситуация описывается, не то, что там фигура нужна и формироваться, сама ситуация описывается крайне заморожена, и расскажи чуть больше о том, что у тебя не получилось, что бы ты хотел, что бы получилось, и так далее, то есть любая интервенция, которая хотя бы немножко запускает движение, что не получилось в прошлом, какова ситуация, что ты переживаешь, чего бы тебе хотелось, но это настолько иногда вязкие истории, понятно, что они иногда связаны с расстройствами, может быть, депрессивного или там тревожного, по-разному, но иногда не обязательно, там есть какие-то клинические истории, иногда это способ не двигаться, замирать, очень-очень замирать, и вот в данном случае даже сам факт запускания хотя бы маленького процесса, уже начало разговора, начало движения в ситуацию, в описание, в прошлое, в будущее, как бы сдвигает психический процесс в место, и понятно, иногда на это нужно много-много времени и повторений, вот, ну, вот такие размышления, есть вещи, которые, такие-то, такие намётки, прерывания временного процесса, да, я бы здесь поставила типичное прерывание, которое мы с вами регистрируем, да, допустим, конфлюентное время, так всегда, да, когда нет границ, проективное время, каждый должен стать, хотеть стать кем-то, да, допустим, проективное время, да, я боюсь, что забрасывание вперёд-назад, в прошлое, в будущее, или такое условное время, я бы хотел, это рефлексивное время, это невозможно, и готическое время, ничего особенного не произошло, да, и так далее, вот, мне хотелось хотя бы это набросать, чтобы, вот так, были разные такие точки входа размышлений, ну вот, коллеги, то есть, резюмирую итог сейчас своих размышлений, что временное время, это непосредственная характеристика психического процесса, и это то, с чем мы с вами работаем, там, ежеминутно, или там, постоянно в процессе терапевтической работы, и, собственно говоря, поддерживая контактный процесс, мы наблюдаем в том числе, как протекает, ну, как он организован темпорально, и, ну, поддерживаем разворачивание, вот это вот темпоральное разворачивание процесса, вот теперь, в будущем, через поддержку прошлого, собственно говоря, вот это одна из наших, мне кажется, технических задач в работе с клиентами, вот, выпалила, ну, у нас с вами 7 минут на вопрос и прочее, возвращайтесь, вот, спросите меня что-нибудь, или про комментирую. Миклоконтакты разворачиваются в реальном времени. Мы давно уже с Сергеем Викторовичем мы подвинули гипотезу, назвали ее темпоральный пузырь, что когда человек прерывает контакт, он как бы отрывает свое время, переживаемое от времени текущего, он как бы остановится в некотором искусственном времени. Даже возникла мини-идея, что человек чувствует себя индивидуально бессмертным, когда он в неврозе, потому что реально в течение времени его не касается, поэтому он собственно иногда, вот такая была шутка, что даже человек не боится заболеть из-за ретрофлексии, потому что он уверен в своем персональном бессмертии. Вот, то есть каждый законченный цикл контакта он включает вот этот переход к финальному контакту и выход в постконтакт, а как специальное событие, как некоторую революцию во времени. Вот, то интересно у тебя гипотеза про революцию контакта как вариант времени, надо будет ее подумать, то интересно. Спасибо. Да уж, такое бессмертие через невроз красиво. Скажите, пожалуйста, будет запись или нет, а то я не с самого начала подключилась. В смысле? Запись вебинара самого. Скорее всего будет, да. Мы делаем запись, она будет выложена на ютубе на ресурсе гештальт панорама, ну, если все получится. Ну что же, я прекращу ее запись. Продолжение следует...